Срок годности и условия охранения 108 суток с момента окончания технического процесса при температуре от 0 до 6. Слушайте, не могу найти вот где этот повод дается. Не подскажете? Холодильник, смотрю холодильник, не могу определить, где у него включатель, выключатель у этого холодильника. 25, да? Это получается на неделю просрочено, вот это на один день просрочено, 29. Вот, как бы вот, 27 тоже просрочено, вон еще 27. Видимо, скидку просто надо сделать, что это просрочка, и тогда можно со скидкой продавать. Просто я считаю, что здесь в магазине закупаются свиньи, вот, свиньи все продают. Колбасу продают с нарушением условий хранения, икру на кассе продают с нарушением условий хранения. Или здесь холодно просто, может яйца тоже 90 суток, просто здесь холодно. Так у нас здесь такого холода. 90 суток? Нет. Нет? Яйца нет, да? А колбаса нормально? А, давайте всю икру подайте мне. Там еще баночку можно, икру как-то задержался. Что-то ждем? Не знаю. Икру купить хочу. Вся икра. Покупаю. 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 Вам без наличной оплаты. да в принципе могу конечно я хотел здесь купить это все ваше да это все мое давайте а вот здесь вот лежал что на кассе а это нельзя сюда брать да ладно а как так а если но как вы реализуются икру с нарушением условий хранения но замените ликой а чё делаете не донесли до витрина где у вас витрина не подскажите давайте посмотрим где у вас витрина здрасте я купить хочу просто вы просто мой товар забираете купить хочу да 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 суши не я купить хочу можно я куплю да вот вот я купить хочу а смысл не светлый набрать я хочу сразу взять донес он с кассы не донес докуда не подскажете покажите где он должен лежать давайте обойти надо давайте старый старый уже который уже просто вот уже просто вот злой очень вы только пожалуйста не перепутайте мою икру с другой ладно это все ваше да это все мое а не написано да вы все ложите вот я запоминаю какие баночки вот можно мне их обратно выдать мне именно эта игра понравилась можно не обратно эту игру давайте вот можно не ее именно прямо выдать давайте здрасте икру хочу купить пойдемте которую именно на кассе лежал хочу купить для витрины как это витрина у вас там а касса вот там как вы так не донесли то а больше икры на кассе нету скажите а что теперь с этой крови будете делать которая реализовывалась нарушением условий кому прочитать планты давайте сейчас прям спешим просто она и и положила туда же где она реализуется давайте 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 это вызвать когда попросил румянцева обзвонить все магазины и сказать что нельзя реализовывать с нарушением условий хранения но румянцева забила она же все такое уточняет информацию румянцева здравствуйте как ваши дела здравствуйте представьтесь пожалуйста казанцев максим сергеевич был сегодня в спаре очень 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 слышно 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 очень сегодня расстроился посетив отделение спара в новомосковске потому что большое количество изделий реализовывалось нарушением условий хранения колбасы и крана кассе и хотела узнать просто вы опять вот эту моду вели на колбасу как которая реализуется железных стеллажа в зале да насколько это глобально проблема снова вашей сети для начала мне нужно узнать что произошло я попрошу вас опять так же давайте поступим напишите пожалуйста запрос официальный своими вопросами перечислить их пожалуйста все по пунктам и мы вам официально подготовим ответ а пока я выясню что было и как это все выглядит хорошо потому что я нахожусь в туле мне нужно некоторое время хорошо адрес магазина вам понятен я уже просто его передавал по 40 45 знаете как то запросы писать скучно я уже столько их написал просто когда поселение просто когда последний раз общался вот с отделом по работе с общественностью мне сказали что такое больше не будет я как бы успокоился а сегодня очень очень расстроился я пока не могу вам даже не подтвердить не опровергнуть потому что мне нужно время на выяснение что было выявлено в каком виде вы пожалуйста пришлите мне свои вопросы а я со своей стороны по узнаю что там происходило хорошо ну вы же как и всегда стандартный ответ дадите мне я же уже пишу претензии по детскому питанию вы такие типа спасибо жаба за вашу деятельность и все и никаких уроков не делаете я через месяц прихожу с пар в другой опять детское питание смыслом не писать я просто хотел узнать насколько это опять глобально вашей сети проблема или какой-то единичный случай потому что у нас нет информации о том что и реализуются товары вот таким вот образом если произошли какие-то локальные изменения я вам о них сообщу когда узнаю информацию сейчас у меня нет информации о том что по сети есть какие-то требования особые пожалуйста оформите все свои вопросы а я пока узнаю информацию хорошо хорошо еще последний момент я вас очень очень попрошу вы все же по своим каналам связи передайте что реализовывать икру на кассе с нарушением условий температуры нельзя и колбасу тоже мне хоть перед новым годом поспокойнее будет а максим мы каждый день улучшается наши магазины растут в том числе мы это видим по возросшему доверию со стороны покупателей поэтому ну наверное трафик и увеличение его это самый главный маркер показатель того что мы становимся лучше и соблюдаем каждый раз и предписание нормы которые действуют на сегодняшний момент поэтому давайте будем продолжать с вами также тесно сотрудничать работать по всем возможным вопросам и я с удовольствием на них дам ответы когда их от вас и получу я переживаю что я потрачу свое время напишу вам что-то вы мне стандартную отписку дадите и все я не хочу просто время свое тратить мне достаточно того что вы предпримите меры чтобы такого не повторялось в преддверии нового года просто так пообещаю максим я передам информацию все да мне сначала нужно посмотреть что там вы вывели и вы позвоните директор и все ну хорошо смотрите я вам просто сообщаю что если в вашей сети реализовывают колбасу в зале железных стойках без холодильников просто железная стойка понимаете это не холодильник а на колбасе написано что не условия от нуля до шести то это нарушение и на кассе но если бы такая информация была вы бы пообещали что так делать не будете я на протяжении года приезжаю в новомосковске каждый раз посещаю по одному спару сегодня я посетил четвертый спар я говорю я в течение года приезжаю в новомосковск слышно алло алло слышно я говорю я в течение года в новомосковск приезжаю каждый раз посещаю по одному спару в первом спаре мне продали детскую просвочку на полгода во втором спаре мне продали детскую просвочку в третьем спаре мне продали про детскую просвочку и была региональный директор и вот в четвертом мне детской просвочку я не нашел, но я был очень расстроен ситуацией с колбасой. Вы были расстроены еще раз? Ситуацией с колбасой. Там 6 стеллажей стояло, 6 стеллажей стояло с колбасой, у которой написано, что условия хранения от 0 до 6, менеджер магазина принесла градусник, на котором было 15 градусов. Мы в течение 15 минут ждали, пока он там что-то устаканится, и все равно было 15 градусов. Так. Вот. Вот. Меня просто расстраивает. Хорошо. 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 Спасибо. До свидания. Всего доброго. С наступающим вас до свидания. И вас, Максим, с наступающим. Пусть все будет хорошо. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Вот так вот. Румянцева – это та девушка, которая нам по узбекам принесла бумажку, на которой было написано «Медфорд». Мы написали запросы, выяснилось, что эта компания называется не «Медфорд», а «Медфорд». Вот она нам очень помогла в тот раз. «Медфорд». Что вы снимаете? А что она на кассе делала? Лежала. Не донесли. С кассы не донесли, что ли? Вы знаете, вчера новомосковский ценник был. А у нас нет. А у вас не заметил. А что ж вы не заметили? Нарушений ценника нету. Не донесли, да? На кассу несли, а не донесли до холодильника. Вон там вот холодильник, вот там вот касса, не донесли. Да? Ух, молодцы какие. Молодцы. 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 А ты не был там? Молодцы. Я надеюсь, так больше повторяться не будет? Да, конечно. До свидания. Ну да. 5 минут позже. Так, тут от 0 до 15. Окей. Здесь тоже от 0 до 15. Ну ладно, по совести пару. Хотят так продавать, пусть продают. Здравствуйте. Икру можно? Ну да. Я все купю. Вот что, в 2, 3? Все сюда. Припадай. так мочек вот это был да вот срок годности при температуре от минус 2 до минус 4 12 месяцев с даты производства при температуре от плюс 2 до плюс 4 10 месяцев с даты производства после вскрытия хранить не более 48 часов при температуре от нуля до плюс 6 как вроде скрытая так это же самое вроде да скажите а можно мороженое я на кассу положу на пару часов потом куплю она просто потает чуть-чуть да там рыбу заморозки пельмени положу вам на кассу они немножко полежат я потом приду куплю куда-нибудь можно они не просрочены будут просто на кассе полежат парчасти а и когда на кассе реализовывается с нарушением условий она не растает она же баночки да поэтому не тает здравствуйте град и предоставить хотел бы на кассе узнать температуру несколько баночек в стене когда ставите вот и просто ценник смотрите тут такой с ценником несколько баночек ставить все я вот просто несколько баночек купил хочу это температуру узнать ну конечно на кассе же купил я ее можно да так с утра пар баночек ложить у нас было распоряжение что как бы сделать как в продажу туда не бегать у нас же один кассир он ставит несколько баночек с утра из холодильника берет 1 2 3 4 5 чуть-чуть да по парбам может было бы знать как поставить одну баночку и говорит что и вы ее не продаете но у вас зале она есть можно так делать а то не продавать одну она как бы уже некачественная будет потому что хранилось нарушение 9 взяла выбрать с 8 работаете а можно камера послать что она к 9 положим это все просто немножко не верю вам что вы икру взяли вы ешь 9 утра до сюда выложили даже позже я же 9 вот тут просто плохо видно если остановить вот она идет на кассу вот что-то у нее в руке и вот тот вот вот она несет на 8.38 8.38 понятно хорошо к сожалению я не могу найти щуп как считаете там 4 градуса на кассе у вас нет? нет 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 утаношения пожалуйста подождите что температурный режим до не соблюден исправим ситуацию как? как берем сейчас в холодильник и продавать будем только из холодильника на кассе оставим просто ценничек на будущем мы правда справимся поздрав мне за некачественный товар сделаете? есть обязательно конечно а в зале 12 градусов как думаете есть? ну мне например холодно так у нас здесь такой холод что у нас слушайте ну мы же для покупателей работаете? да согласно да хотелось бы понимать в зале 12 градусов есть? думаю что есть думаете что есть? а не должно быть потому что у вас там колбаса стоит от 0 до 12 которые в кассе не убираем конечно чек возврата чек покупки вам нужен? да желательно купи покупки я икру скрыл ко мне претензии имеются? нет нет здравствуйте 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 а Юлю можно? это Юля Максим вас беспокоит здравствуйте Максим был сегодня на проспекте Ленина 113 и через дорогу на Болдино 149 реализуют икру на кассе с ценником с нарушением условий хранения и колбасу в зале я сегодня видела ваше обращение через горячую линию его зафиксировали и сейчас его будут отрабатывать насколько я поняла с утра уже отрабатывали у вас есть какая-то новая информация? я думаю она завтра будет если вы не предпринимите меры и не уберете товар с реализации я вам вчера сообщал почему сегодня ничего не сделано вам сложно донести эту информацию до своих сотрудников прошу прощения Максим уже доведена информация насколько я поняла вами через горячую линию действия предпринимаются какие еще сейчас у нас вопросы будут с вами кстати запрос я ваш не получила запросы мы не получили? я сформирую с вами подписанному запросу да сформирую его после нового года еще похожу немножко посмотрю насколько вот второй день подряд вам звоню сообщаю насколько будет вам как удобно давайте после нового года давайте давайте до свидания все добро давайте давайте вот этот вот номер верхний ребят не звоним ему ладно код это короче телефон компании спар в Туле вот внутренний код 4165 Юля Румянцева если я не ошибаюсь фамилии вот отвечает это пресс-служба тульской сети спар второй день подряд сообщаю о том что нарушение есть посмотрим что будет завтра я вам потом вы меня сейчас тут пробили потом хотите возврат сделать да конечно сегодня двадцать восьмое двенадцатая хочу возврат сделать яйца по вкусу не понравились горькие горчат вы только что отошли вы даже их не пробовали да вы не смогли бы их попробовать я понюхал знаете я вот в мусорку их вывалил понюхал как-то пахнет очень противно дело в том что это было куплено да сегодня во сколько времени ну минуту две назад да две минуты назад не отрицаю число число какое не подскажете сегодня двадцать восьмое двадцать восьмое все хорошо вы хотите возврат да да хочу возврат за некачественный товар сделать а вам еще что то есть вообще какие то дела у вас или вы только этим будете заниматься чем этим возвратом да ну не знаю конечно дела еще есть что то есть